Итак, снова здравствуйте, это снова Курящий из окна и в предыдущей серии, которую я на момент записи это еще не выложил, чтобы вы меня не отговорили. Ну, просто не успел, но и в этом плане тоже. В прошлой серии мы закончили первую историю, но закончили плохо, насколько я понял, с рейтингом 1 из 3, нам не показали ничего интересного, нам не показали то, что чему так удивленно восхищалась наша собеседница в чате, я так понимаю, наша подруга, скорее всего, мы это еще увидим, я буду рад, если вы мне это не спойлерите в комментариях. Ну что ж, в новом заходе у нас будет задача сделать как-нибудь получше, я буду стараться выполнять задания на клетках, возможно, это будет чуть более нудно и чуть более долго для меня, но это будет интересно. Постараюсь немножко зарабатывать там, где это понятно, и вообще, скорее всего, я сейчас буду пару раз перезапускать новую игру, а может и нет. Ну, посмотрю, как получится. Так или иначе, все эти диалоги вначале мы видели, я их показывать не буду, начну тогда, когда уже будут новые клетки. Кстати, можно новую аватарку выбрать, может быть, от аватарки что-нибудь влияет. Наблюдателя не хочу играть пока что все равно, потому что это как-то не очень интересно. Попробую быть роботом из... Ну, погоди, действительно он такой. Ну, по-моему, об этом даже говорил кто-то в комментариях. Ну да, снова клуб изучения приматов. Кстати, тут есть одна ачивка, насколько я знаю. Давайте ее прямо сейчас и выполним, я хоть чем-нибудь это разноображу, будет забавно. Ну, по-моему, здесь назад так и бесполезно, я могу сначала принять, окей. День первый, кстати, заодно проверю, у меня сразу камеры выдаются или нет, или мне их покупать надо, а сразу у меня ничего нет. Собственно говоря, да, этот Манки Вижен. Да, камеры даются сразу. Ну, кстати, нам выпало что-то неинтересное, у нас... Но музей мы не доразобрали. У нас, кстати, выпад, по-моему, такой же, как в тот раз, когда я запорол все. Есть этот товарищ журналист, который папарацци почему-то с грудью. Эти две камеры бесполезны, я думаю, нам не жалко это запороть, так что давайте сразу попробуем получить ачивку. Удаляем приложение, сразу же испугавшись. Колобус шустрый. Удаление, кстати, интересно, к чему это приводит. Вау, это даже есть концовка. You have unsubscribed. Удаление Манки Вижен привело к вашему исключению из клуба. Выйдя из дома в тот день, вы обнаружили, что кто-то нацарапал на вашей двери фразу «Живи своей жизнью, я больше не вернусь». С тех пор вы погрязли в повседневной рутине. Вы живете в обшарпанной квартире и перебиваетесь периодическими подработками. И даже теперь, глядываясь назад на вашу жизнь, вы иногда спрашиваете себя, что это было? Останься я в клубе. Ну почти такая же концовка, как когда мы проиграли, но по-моему вот это вот немного отличается. Так или иначе, ладно, буду я сейчас перезапускать новую игру. Кстати, я этим действием стер предыдущую, так что возврата уже точно нет. Посмотрим, что будет выпадать. Ну, кстати, вроде бы не так плохо. У меня есть этот товарищ, который журналист, есть этот товарищ, который может давать мне работу. Правда, у него наверняка есть какая-то более интересная вариативность. Так, так, прекрасно, просто прекрасно. Ладно, пока что наблюдаем, вспоминаем. Я думаю, этому надо отдать должное, просто по той причине, что мы не сделали этого раньше. Кстати, я делаю неправильно. Мне же надо наблюдать еще за этим. Вот так вот, я так думаю. Если он проснется, то я должен успеть сделать и это, и это. Но я прямо заново чувствую, как у меня все как-то не так. Как-то надо все успевать, и будет обидно не успеть. Тем более, что первый день, по-моему, я переигрывать не могу, поэтому в первый день надо успеть сделать как можно больше и как можно лучше. Надо наблюдать за тем, когда он возвращается. Так, и вот это вот какая-то новая штука. Но здесь, скорее всего, ничего не будет происходить, это просто наблюдение. Здесь, соответственно, тоже наблюдение. Так, давай, к тебе кто-то пришел, за тобой я тоже успеваю последить. Надо бы в дополнительное окно вернуть того. Ну ладно, посмотрю, если там будет движение, то я его верну. Если движения не будет, то, соответственно, не стоит. Два раза в день через весь город. Crystal Kitchen. Я, кстати, скорее всего, в этой серии не успею развить его историю до конца. Хотя, может, и успею. Можно будет заодно посмотреть варианты разные. Мне еще кажется, что, может быть, ему... Можно его как-нибудь подкармливать. Блин, я не хочу с тобой разговаривать. Я с тобой разговаривал. Я все знаю, что ты мне скажешь. У нас и так прекрасные отношения. А я не хочу пропустить того, что здесь происходит. Правда, по-моему, во время чата должно ставиться на паузу. Но, надеюсь, это меня... Никак не напугает. Вернее, никак не испортит мою жизнь. Так, а у него в камере ничего нету. Так, денег нет. Нет? Ну, мотоцикл тогда. Да хоть мотороллер. Денег нет. Денег нет. Ты же знаешь, что ассоциация еле сводит концы с концами. Как дела-то в квартале этим утром? Пока держимся, жильцы настроены решительно, несмотря на все передергивания СМИ. Я просто хочу вспомнить эту историю. Пожалуй, я все-таки буду это зачитывать. Буду зачитывать истории, потому что, если кто-нибудь... Кто-нибудь уже мог успеть забыть. Кто-нибудь мог присоединиться именно на этой серии, именно на этой истории. Я же все равно трачу на это время. Так что... Теперь тебе пора. Вот-вот доставка приедет. И лучше, чтобы нас вместе не видели, нужно соблюдать конспирацию. Не забывай про инцидент в прошлом офисе. Теперь тебе пора возвращаться в Кристал Китчен. Встретимся завтра после заката. Реально интересно, да сколько можно-то? Жара такая. Хоть на такси денег выдайте. Блин, правда на него денег надо тратить. Пока, Пит. Забыла немного, что на него надо много денег тратить. У меня денег-то довольно мало. Главное, я их расписание абсолютно не помню. Ну ладно, давайте сегодняшний день полностью потратим на изучение их как раз. Так, это обучение. Обучение у нас уже прошло. Так, тут что-то происходит. Давай наблюдать за ним. Так, уходи. Хм, фуражка, кстати. У меня все больше беспокоит, когда происходит что-то в этом окне. Я тоже могу собирать фразы или нет? Блин, да я не вижу, что он говорит. Хорошо, отлично. И здесь я не вижу, что он говорит. Ну ладно. Видимо нельзя одновременно. Хотя странно, почему нельзя? Цыпленка онфаркт. Ну да, теперь я уже могу вычислить эту его доставку. Он закончился, а кухня в последнее время не справляется с наплывом заказов. Читания как-то синхронизировались по времени. Не буду успевать я их делать за один день. Да не написывай мне, подожди, мне стучатся. Короче, он во сколько пришел? Он пришел, наверное, где-то в 14 часов. Надо бы мне это записать. Придется обойтись тем, что есть. Ну давай сюда. Короче, ладно, за сегодня я полностью соберу этого товарища. Этого товарища я буду собирать за завтра. Я, кстати, забыл, за сколько дней мне надо собрать все камеры. Но, наверное, с этим мы тоже разберемся. Блин, я снова чувствую прямо ускорение, потому что в предыдущие разы мы уже аккуратно и медленно все это делали, а сейчас мы делаем это быстро и внезапно. Ну а какая польза тогда от этой второй камеры, если что, надо быстро-быстро кликать туда-сюда, пока вот эта фраза, где ничего нет, я перекликиваю туда, где что-то может быть? Мне кажется, это абсолютно неверно. Ну хотя, если учитывать, что в реальной жизни это не субтитры, а реальный разговор, то тогда, конечно, наверное, да. В этом есть смысл. Я бы не смог слушать и то, и то. Ладно, сейчас я буду составлять всех расписание. Или не составлять их расписание. Ладно, ассоциация Crystal A. Браузер. Не надо обучать меня браузеру, я все умею, я уже взрослая. С этим-то... А куда он у меня, кстати, стучался в чат, если у меня нету чата? Если ваш персонаж голоден, устал, или ему нужно на работу, перейдите на кухню, поместите курсор в правую часть экрана. Ну ладно. Наверное, чата нету. Доделся мой чат. Видимо, потому что я не ответил никому, у меня и чата нет. Так, а он явно ест своего этого. Цыпленка. Ладно, вспышка, камера, снимки без лифчика, камера, снимки. Надо ли здесь что-нибудь искать? О, снимки без лифчика я могу искать. Тайные снимки, фото неу, селфи. Ну, фото неу, наверное. Что-то у меня, кстати, раньше таких вопросов не было. Видимо, я все собирал. Теперь как-то немного странно. Ну ладно. Кликопедия. Главное обращать внимание на звуки, потому что я могу что-нибудь там пропустить. Ладно. С ассоциацией Crystal Kitchen у меня все было намного проще. Я могу ему сразу писать, но вроде как написывать ему мне пока еще рано. Цыпленок инфаркт. Райанжело. Я могу позвонить в Райанжело. О, он снова явился. Он теперь в половину седьмого приходит, да? Хорошо, наблюдаем. Жалко, правда, мне все равно следующий день за ним еще наблюдать. Но может я успею что-нибудь споставить и из этого дня? Еще доллар? О! Так, подожди, это ты у меня двигаешься? Да, наверное, это ты двигаешься. Да блин, привет, Пит, спасибо, что заглянул. Спасибо, ага, как же. А мне, по-моему, у него бесполезно что-либо собирать-то. Я уже Райанжело получил. Я уже ассоциацию Crystal Kitchen получил. Ну, попробуем делать именно так, как я планировал в пятнадцатом. Здесь ничего нету в это время. Но так я уже абсолютно не успеваю читать, что у них происходит. Ладно, этот опять уходит. Может быть, я успею что-нибудь споставить. Кроме того, вроде ни у того, ни у того ничего ночью не должно происходить. Арендовать помещение в доме с лифтом. Идеальное место, нас тут не замечают, помни про пожар в предыдущем офисе. Расскажи-ка, что нового в квартале этим вечером. Наши люди работают изо всех сил, ублюдки, которые этим заправляют, очень встревожены. Но пьесу еще нужно закончить, нужны плакаты, баннеры, деньги. Мы приперли их к стенке. Не знаю, где еще можно раздобыть денег, ищу финансирование везде, где только можно. Но эти чертовы СМИ со своим передергиваниями сложно убедить людей. Короче говоря, пока идет время, так, теперь назад в Кристал Китчен, увидимся завтра в 10.30. Угу, есть какое-то расписание. У него прямо день будет? Господи, прости, в такое пекло, может, телефоном обойдемся? У него чего, день не зацикленный получается? Это довольно интересно. Значит, я правильно сделал, что я его наблюдаю. Хотя, может, и зацикленный, черт его знает. Посмотрим. Мне просто что интересно, я когда сам себе спойлерил концовки той женщины, которая пришла к нам в гости, так сказать, что-то я хреплю. Добровольное наблюдение, член клуба, приглашаетесь, это все понятно. Мне, кстати, ничего интересного нет, но вроде ночное видео мне здесь не надо. Короче, мне интересно, я когда смотрел концовки той женщины, там были варианты про ее будущее, про получение работы и про... Ну, вот эта вот концовка. Короче, там были разные варианты с получением работы и вот ее будущее. Может быть, я как раз запорол концовку этого чувака с его будущим, скажем так. И ее было бы интересно получить вместо получения работы. Потому что работа эта работает, конечно, хорошо, но... Это же не прямые деньги, так сказать. Короче, сейчас подумаю. Но вообще, признаться, даже не знаю, чего делать мне. А когда у меня придет хозяйка? Она у меня придет завтра или она у меня придет через несколько дней? Так, финансы, календарь... О, что-то происходит, слушай. Ага, еще раз, снова он пришел. Камера, мотор, снимаю. Улыбнись мне, красотка, я бы не прочь посадить тебя в лимузин и отвезти прямо в рай. Странно, раньше, по-моему, лимузин подсвечивался. Или я его уже снимал. А, превысим скорость. Скорее всего, я сейчас добираю слова, и вот теперь у меня там будет что-то уже абсолютно точно. Но все равно нам еще завтра за ним следить. В принципе, было бы неплохо проверить еще днем. Вернее, ночью, происходит ли что-нибудь. Потому что у меня каждый раз такие вопросы интересные. О, что-то собралось. Каждый раз интересные вопросы вообще. Может быть, у них никогда ничего ночью не происходит? Это было бы здорово, на мой взгляд, проверить. Но не знаю. Так, хозяйка у меня будет даже не завтра, а послезавтра. У меня, в принципе, есть время, но мне нужны деньги на активиста. Может быть, я могу поработать где-нибудь? Два часа. Четыре часа за сорок восемь. Давайте, я думаю, я поработаю, пока у меня есть силы. Заработаю денег, а там будем смотреть. Младший дезинсектор в ночную смену. Ну, блин, пока я читаю описание работы, идет время. Мы уже поняли, что никак на работу я влиять не могу. Могу только понимать, как это повлияет на меня. Но мне пока что особенно без разницы, как это на меня повлияет. Я более-менее живой и здоровый здесь. Мне нужны деньги еще, потому что у меня будет скидка потом. Хорошая работа у тебя. Талант к истреблению крысы. Я вижу внутри тебя ярость. Блин, я чувствую себя в обучении Фоллаута. Блин, то ли первого, то ли второго. Про истребление крыс. О, кстати, маска. Нам всем это сейчас знакомо. Я чувствую ее. Ждем обратно в любое время. Ну, давай еще раз поработаем. Ночной уборщик. Подожди 4. Ну да, я пока могу еще поработать 2 часа. Как раз утро начнется. Может быть, я даже немножечко посплю еще. Хотя мне, в принципе, нужно будет не пропустить. Тяжело, да? Ночные хранители. Защитники гигиены. Отряд Томиак. Денег дали. Хорошо. Давайте пока что проверять, что у нас к чему. Лимузин, фаражка. Блин, вставало бы это на паузу, когда я здесь нахожусь. Но, естественно, нет. Прибавить скорость. Но почему прибавить скорость и превысить скорость? Это разные вещи. Я думаю, он водитель. Лимузин как-то не очень понятно. Ладно. Слушай, активист, у меня появились деньги. Я забыл. Да, я могу с тобой связаться. Но сначала мне нужно звонить в Райанжелу. Могу ли я туда звонить прямо сейчас и прямо ночью? Блин, они не работают по ночам. Это плохо. Ну ладно, значит, надо будет успеть, пока он не придет. Он, по-моему, просыпается минимум в 10. Передергивание. Так, здесь, кстати, крысу не успел взять. Черт. Блин, а что же с этим чуваком-то делать? Начинается новый день. Сахарная принцесса. Е, я успеваю это взять до начала нового дня. Нам не нужно будет делать это каждый раз. Может быть, я даже успею взять. Кстати, главная звезда сахарной принцессы. Е. У нас есть теперь контакты этой тетеньки, за которой он следит. Ура. Теперь я смогу что-то делать. Но, наверное, все-таки звонить я буду уже потом. Ей в следующий день, чтобы можно было перезапустить. Там будем экспериментировать. Вот, естественно, он на чердаке. Да, Лары. Просто ждем. Даже спать не буду, спать буду потом. Так, Ристал Китчен, я все понаблюдал, да? Кстати, у меня, блин, у меня нет... У меня нет чата, пока я не ответил той тете же, да? Или все-таки получится? Ладно, так или иначе... Ладно, так или иначе, день 2, с которого можно начинать переигрывать. Клубный ранг левел 1, друг обезьян. 4 с 9. 4 дня. Плохо, надо было хоть одну камеру купить еще. Ну ладно, черт. Зато мы не тратим деньги. Мы все делаем как надо. Кстати, интересно, если бы я не взял из его диалога Кристал Китчен. Возможно, я мог бы взять Кристал Китчен и ассоциацию отсюда. Но теперь они уже не вберутся, потому что не положено. Чего у меня с задачей сейчас? У меня задача вообще дозвониться в Рай Анжелу, я так думаю. Или сначала дозвониться этой тетеньке. Я думаю, я буду дозвонить сначала тетеньке. Потому что с Рай Анжелой у меня все понятно, а тетеньку мы будем переигрывать. Поэтому... Пробуем звонить ей. Хотя мне вообще его телефон было бы неплохо найти. Ну посмотрим. Так, китайская еда со скидкой 33. Это нормально, но не совсем то, что мне надо. О, крыска. Крыска берется. Чем мне эта мышь помогает? Ладно. Давай позвоним, посмотрим. До этого мы еще не доигрывали. Наконец-то что-то новое. Добрый день, я Эндрю Хейнс, агент по поиску талантов. Чем я могу вам помочь? Хм. Знаете, мне интересно, кто водитель Эшли Эпплгейт. Водитель Эшли знаменитый чудо-водитель. Знаменитая. Да, да, да. Чудо-водитель. Да, так она себя называет. Это милая и приятная женщина. В последнее время о ней много пишут в прессе. Уверен, вы что-нибудь найдете. Блин, я правильно заметил у нее грудь. Давай я с тобой даже не буду ни о чем разговаривать дальше. Я сейчас как позвоню этой чудо-водитель. Как буду ей говорить все такое? Или проверить все-таки? Ну ладно. Давайте проверим, хотя бы зачитаем ради интереса. Как вы относитесь к фотографиям Ню, Эндрю? Я не слишком большой их поклонник. Я до сих пор не позвонил Эшли Эпплгейт, сделать ни одной такой фотографии не позволил. Мы еще не получили предложение с достаточным количеством нулей. Я хочу все знать об этой милой и невинной новой кинозвезде. Простите, думаю вы ошиблись. Я представляю Эшли Эпплгейт, главную звезду фильма «Сахарная принцесса». Конечно, я о ней и говорю. Конечно, я о ней и говорю. Милая и невинная? Эшли? Она бывшая звезда детского телевидения. Вижу, вы не очень разбираетесь в шоу-бизнесе, да? Скажу так, я вам предпочел застрять в лифте с северокорейским диктатором, чем с одним из таких вечных подростков. Мне нравится эта сага. Когда выходит следующий фильм? Вам что, действительно нравится этот мусор, который смотрят подростки? Сколько вам лет? Приятель, главного персонажа, вампир с прыщами, мечтающий стать диджеем, знаете что? Думаю, вам следует связаться с фан-клубом Эшли. Вы все очень поладите. Давайте сменим тему. Ладно, водителя я угадал правильно. Соответственно, я буду сейчас звонить этой водителю. У меня больше нет вопросов, серьезно. И ни слова на имя актеров? Какая трата времени? Так, главное не пропустить никого. Так, ищем Эшли. Да блин, не Эшли мы ищем. А кого мы получили-то? Чердак вод... Мы же чудо-водитель получили, а где мы ее получили? Во! Лесли Дулли! Ща мы ей в Дулли. Извините. Так. Активист мне не интересен. Мы с ним общались. В принципе, мне уже ничего не интересно. Мне останется только связываться с ним совсем. Проверю. Не пропустил ли я здесь что-нибудь? Ну же, дорогая, дай мне что-нибудь голое. Слушай, а может ее засним... А, у меня записи нету. Давайте сразу откроем. Заснимем ее, как она снимает ее. Слушайте, это отдельная плата. Снимаем ее, как она снимает ее. Правда, я не знаю, достаточно ли заснимать... ...любой момент из этого момента или что-нибудь еще. Но я думаю, это будет полезно. Все, у меня теперь все есть. Давай. Написим тебе. Ну вот. И че? Наверное, ей нельзя написать, потому что она в данный момент на чердаке на своем. Я так думаю. Это было бы не очень интересно. О, онлайн. Привет. Кстати, да, если чат появляется, то значит, видео надо отправлять. Привет, это Лесли Дулли. Профессиональный водитель. Машина, лимузин. Предлагаю круглосуточные услуги. Чем я могу вам помочь? Давай-ка мы поговорим... Ну давай обо всем поговорим с ней. Что ж, чудо-водитель, что еще вы можете рассказать о своей работе? Моя работа? Вам действительно интересно? Хорошо, расскажу вкратце. Я вожу знаменитости из одного места в другое. Смотрю, как они развлекаются. Как они тратят свои деньги. Затем, когда они устают, я отвожу их обратно в их роскошные дома. Затем я возвращаюсь в свою крошечную квартиру и жду, когда они мне снова позвонят. Я тебе все расскажу. Я большой фанат актрисы из фильма «Сахарная принцесса». Что вы можете о ней рассказать? А, вы тоже фанат. Я люблю эту девчушку, но я уважаю частную жизнь артистов, на которых работаю. Поэтому не могу много вам рассказать. Скажу только... Эшли Эпплгейт красиво не только снаружи, но и внутри. Какие хорошие виды открываются с вашего чердака. Чердак? Какой чердак? Черт! Только не прекращай разговор, а? Никто не знает, что я арендую чердак. Откуда у вас эта информация? Вы за мной следили? Вы один из тех извращенцев, что преследуют людей на улице? Черт! Теперь я боюсь туда возвращаться. Не вздумай доставать меня снова, извращенец. Иначе я позвоню в полицию. Ну что за хрень? Сволочь! Надо тебе видео отправлять, наверное, сразу. Надо перезагружаться. Ну вот. Ну давайте перезагрузимся. Я правда не помню уже, что я делал. Но помню ничего особенного. Я созванивался узнавать имя этой водительницы. Ну и созванивался, собственно говоря, с ней. А что ж мне делать-то тогда? Да блин, я не хочу с тобой разговаривать. В этот раз, кстати, у меня снова китайская еда со скидкой. Как-то это, по-моему, не очень правильно. Ну ладно. Так, а я могу ей звонить прямо сейчас? Чудо-женщине этой. Кстати, действительно чудо-женщина. Так, Эшли Эпплгейт я уже искал, да? Я от нее все получил. Надеюсь, успеем. Хотя, может, и... Да, она онлайн. Привет. Блин, а я в этот раз забыл заснять, черт. Хотя можно проверить. А что я с ней еще не разговаривал? Об Эшли Эпплгейт. Давай... Я, кстати, и фото ню не говорил. Мой вопрос может показаться слегка странным. Что думаете о фото ню? Странный вопрос, без проблем. Я водитель. Вы не представляете, какие абсурдные разговоры у меня случались с клиентами. Ха-ха. Мне нравится фотография. Я ношу ее с собой. Все жанры и темы, но больше всего я люблю фотографии, пейзажи и щенков. Голых щенков. Ладно, опять придется перезагружаться. Потому что у меня доказательств нету. А если я с ней в чате, мне нужны доказательства. Всем, кому доказательства не нужны, не нужен чат. В общем, мы поговорили про фото ню. Прекрасный разговор. Интересно, кстати, может быть мне достаточно заснять просто этот чердак и все? Не обязательно, чтобы она там что-нибудь делала. Пожалуй, проверю так. Ну вот, у меня теперь есть. Может быть даже не стоит с ней ни о чем разгов... Нельзя отправлять. Эй, у меня и тогда было видео вообще-то. Странно. А как-как-как-как же? Или все-таки это просто не то видео, где ее нет? Тут еще доллары есть. Может быть мне еще один круг надо собрать? Короче, ладно. Я сегодня буду наблюдать за ней просто ради интереса. Посмотрю, что я пропустил. Может быть я смогу доллары набрать. То, что по всей вероятности мне нужно как-то... Мне нужно как-то вот так вот. Или все-таки сейчас быстро экспериментнуть, заснять ее здесь. Попробовать написать ей уже после этого. Вот это вот, я думаю, были правильные кадры. Да, я бабок набираю. Вполне возможно, тот круг именно надо все-таки тоже собирать. А как я это мог вообще пропустить, когда я в первый день это делал? Я вроде следил... А, я тогда решил пожертвовать ей, когда думал еще, что это он. В честь нашего товарища, который должен давать нам работу. Ну или не работу, мы будем смотреть. Но по-моему там не было никаких вариантов других. Ну блин, доллары и бабок. В общем-то по доллары по отдельности не ищется. А по бабок ищется. Ладно, проверю. Может быть по бабок и по фотоню. Зачем мне это зеркало? Короче, написываем. Не понимаю. Ладно, за это я все разговаривал. Все что ли попробовать почитать? Может быть ей именно о последнем надо про чердак сказать? Ммм, кстати. Имя Эндрю Хейнс вам о чем-нибудь говорит? Это я еще не говорил ей. Имя Эндрю Хейнс вам о чем-нибудь говорит? Конечно. Это менеджер Эшли Эпплгейт. Он нанял меня водителем-актрисы. Всегда скупится на оплату. И? Неважно, это все что я могу сказать? Отличная черта компании, отличительная черта компании – конфиденциальность. Ну как же? Как ей дать-то? Ну а фото Ню мы с ней говорили. Нравится фотография, щенков. Ласлидули. А Ласлидули мы с ней не говорили. А Бэшлия. Короче, что-то она не хочет. Видимо, надо этот круг как-то добивать. Жалко тратить еще один день, но а что делать? Чердак? Какой чердак? Черт. Никто не знает, откуда эта информация. Что преследует людей на улице, черт. Боюсь туда возвращаться. Может мне надо быть более активным? Озабоченная свинья. Ты попросту тратишь время. Ты просто больной маньяк. Проваливай, я не буду с тобой говорить, извращенец. Ставь меня в покое. Че ж делать-то? Сдаваться не хочется. Я ж добил практически. Клетка 1. Как зовут примата, живущего в клетке 1? Ну, у меня есть ответ на этот вопрос. Блин, и она сюда не вернется, походу, да? Или я все-таки понаблюдаю, может она сюда вернется за оборудованием? Я уже спать начинаю хотеть. О, кстати, Лесли Дульли голая. Может мне на нее компромат найти где-нибудь в сети? Может быть здесь не фотоню, а тайные снимки должны быть? Ну, блин, обнаженная, без лифчика, голая, это никакие не тайные снимки, это фотоню. Абсолютно точно. Ой, интересно, кстати, по складу ездит погрузчик все-таки. Правда, почему-то он на движение не реагирует абсолютно никак. Какие-то очень странные звуки у меня за окном происходят. Как будто кошку насилуют, извините. Опа. Все-таки тайные снимки, да? Расследование, продажа и обмена фотографий обнаженных знаменитостей. Снимки могут иметь высокую стоимость на черном рынке. По мнению властей, самыми ценными и популярными являются снимки актрис и певиц. Целое состояние. Е, вот теперь у нас есть. Видимо, это берется не из нее, видимо, это берется здесь. Ну, блин, это же фотоню было все. Деньги, много денег, куча денег, я думаю, куча денег. Давай я заодно посмотрю, что ты здесь делаешь. Заодно еще раз засниму тебя за процессом. Теперь без лифчика превосходно, сама без лифчика. Хотя так, конечно, не видно. Много денег, дорогая? О, слушай, она говорит много денег. Может быть, здесь есть разница? Много денег и куча денег? Не знаю. Ну, попробуем так. Там понятно было, что эти деньги и фото. Ну, не эти фото, значит, и эти фото. Ну, блин. Не закрывайся, давай превысим скорость. Это я уже снимал. Но ей все равно написывать пока нельзя. Вот сейчас можно будет написывать. Куча денег. Деньги все. Знаешь, не запарю, если я скажу куча денег и немного денег. Давай. Теперь все получится. Привет, профессиональный водитель, лимузин, да все мы это уже видели. Много платят водителям. Ну, по правде сказать, нет, я получаю гроши. Клиенты всегда пытаются заплатить меньше. К счастью, у меня есть другие источники дохода, которые помогают мне сводить концы. С концами, иначе я не смогла бы нормально растить своих детей. Ух ты, у вас есть дети? Зря спрашиваю. Да. Два прекрасных малыша. Эмили и Мэтью. Они ходят в школу для особых детей. Они очень красивые и очень хорошо учатся. Но хотя особых детей может быть по другому значению. Почему вы этим занимаетесь, если платят так мало? Я... Знаете... Если честно, все это вышло случайно. Я получил эту работу от моего последнего партнера. Он водил лимузин, на котором сейчас езжу я. Его убили при ограблении заправки, на которой он заправлялся. Я... Я не... Я не люблю об этом говорить. Ладно, этого достаточно. Блин, здесь остались тайные снимки. Ну, давай так спросим. Хочу спросить про ваше увлечение фотографий. Да, я люблю фотографировать мои пейзажи. Выставлялись в небольших галереях. Но не более того, вы тоже фотографируете? Возможно, но мне больше нравятся ваши тайные снимки голой Эшли Эпплгейт. Что? На что вы намекаете? Это... Я? Я возмущена. Это оскорбление. Кстати. У вас есть хоть какие-то настоящие доказательства, которые можно подкрепить обвинение? Ну, блин. Ну, почему это тайные снимки, а не снимки ню? Ну, они тайные, но ню они абсолютно точно. Есть у меня доказательства. Держите. Что это? О, боже. Как? Вы получили это видео. Пожалуйста, не сдавайте меня. Моей карьере придет конец. Я сделаю все, что вы захотите. Все, что вы захотите. И я подумаю. Стоит огромных денег. Я хочу в долю. Мне тоже нравится наблюдать. Я хочу, чтобы ты отправила мне несколько фотографий. Ты будешь моим водителем. Ненавижу тратить время на входы в супермаркет. Блин, ну в супермаркет я не так часто хожу. Я хочу кучу денег. Кучу денег я хочу. Не зря выбрал. Я знаю, что эти фотографии стоят огромных денег. Я хочу в долю. Черт, а шантажист. У тебя нет ни капли совести. Я? Я? Да, от ружья. Хорошо, я согласен. Я буду отдавать часть денег, которые получаю за снимки. Но... Мы теперь соучастники. Если что-то случится, ты пойдешь в одну вместе со мной. Вдобавок. Мне придется сейчас же покинуть этот чердак. Благодаря тебе он перестал быть безопасным. Не пиши мне. Ну и завершено. Я не сдал ее. Интересно, а поскольку она мне будет платить? Как часто? Хм. Плюс 20. Ежедневный перевод плюс 20. У нас 15 дней. По 20 долларов в день. Если мне еще попадется это... Болчица Солл-Стрит. Она 60 долларов раз в три дня. Это тоже по 20 в день получается, да? Слушай, если вдруг повезет так, то мы уже полностью квартирную хозяйку оправдаем. Мне кажется, это неплохо на самом деле. Не думал я, что прямо так. Ну, хорошо. Не знаю, что с ней можно было еще делать, но этот вариант меня больше всего устраивает. Не знаю, что можно было у нее за фотографии купить. Ну, переигрывать не хочу. Я хочу сейчас уже день доиграть. Как-нибудь не бесполезно. Может быть, я прямо сейчас успею, кстати, сделать и нашего активиста. Если время будет, главное не уснуть. Чего у меня-то со здоровьем и со всем остальным? У меня еще работа есть, но работы подождут. Вот мне надо будет по скидке взять китайской еды, я почти уверен. Ладно, пока что можно кофе навернуть. Хотя кофе лучше не увлекаться. Так, а активисту меня я могу уже звонить в рай Анжелу. Я знаю его имя, я могу узнать... Черт бы их драли, звонят и звонят, час пик. Заказы временно не принимаются ни от кого, ни от кого. Позвоните через час, а вообще... Надо было раньше звонить. Эй! Какой час пик? Так, я могу написать Эрику Стивенсу. Но подождите, если я ему напишу просто так... То он меня нафиг пошлет. Вроде как. Я ему должен сказать именно, что в рай Анжела еда плохая. О, здрасте. Эй, че, приходила хозяйка уже, что ли? Я имя, это мой коллега Тед. Мы проповедники. Давайте поговорим, хрен с вами. Правда, на вас время вроде тратится. Паузы не видно. Ну, это мы уже все узнавали, они оставят нам цветок. Я даже не знаю, кстати, пытаться быть плохим или пытаться быть хорошим. Пытаться быть хорошим очень дорого. Ну, посмотрим, ладно. Че за записка-то? Где ты, Шарамыга? Приду завтра днем. 90, как обычно. Ну, понятная, Шарамыга. Хм. Живу еще в клетке один. Ну, кстати, интересно. А если я сейчас настучу на нее? Она говорила, что мы повязаны. Не, я думаю, не стоит этого делать. Ну, блин, рай Анжела, у вас там час пик. Какой час пик? Мне надо. Да погодите, во бога ради. Да, в этот раз получается до нее дозвониться. Доставка, минутку. Мы жуть как занятые, поэтому только старые клиенты. Я мистер Анжело. Бадаламенте. Писал саундтрек к Твин Пиксу. Мистер Анжело быть не может, вы член семьи Анжело. Как здорово. Не питайтесь тут, много где еда приличная, а нашу дрянь мы даже собакам не даем. Милота какая, рад знакомству. Так, ну собственно говоря, мне больше ничего не надо, теперь написываем Рику Стивенсу. Он вроде за компом. Надеюсь, я сейчас ничего не запарю, а то потратится много времени, чтобы переигрывать. Привет, добрый день. Это информационный канал Жильцы за Кристал Китчен. Я Рик Стивенс. Вы нас поддержите, правда? Умоляю, скажите. Что именно за тема написали? Ладно, давай сначала узнаем о тебе побольше. Жильцы за Кристал Китчен, мне нужно больше информации. Вы ничего о нас не знаете? Вот и прекрасно. Многим о нас известна только по не столь уж независимым СМИ. Скажающим наш образ газетам доверять нельзя. Ну, кроме новой правды разве что. Но и это не точно. Мы ассоциация жильцов западного района. Ну и того самого, что люди прозвали Кристал Китчен. Мы уже несколько месяцев мирно ратуем за улучшение жилищных условий в нашем районе. Район с таладом на земле. Мы также принимаем пожертвования, чтобы финансировать наши проекты. Правду сказать, именно это сейчас нужнее всего. Поможете? Очень благое дело. Я хочу все заново узнать. Может, я все-таки смогу как-то его раскрутить на что-то другое. А что происходит в Кристал Китчен? Районом годами никто не занимался. Думаю, Окер и его люди понимали, что голосов им тут не видать. Ну и забросили пока тут настоящее гетто. Ни коммуникации элементарных, ни праздничных. Две тысячи семей живут в аду. Ванильный мертвец я вот беру. А больше тебя лучше и не знать. Для моего блага, что за секретность? Похоже, наши протесты встревожили нескольких очень влиятельных людей. Больше ничем не объяснишь преследование полиции и прослушку наших коммуникаций. Что неясно, это то, какие из наших требований их так зацепили. Блин, на хвосте это точно. Параноидальненько как-то. Обожаю это слово. А вот и не паранойя. Какая-то шишка заворочалась. Ладно, это я помню. Шишка заворочалась. Коллега госпитализировали, не выдержали шишки. С тех пор, как мы работаем в сфере строгой секретности. Ванильный мертвец, что еще? Новый синтетический наркотик, разрушающий Crystal Kitchen. Никто не знает, откуда он взялся. Мы даже не уверены, что им... Кто им торгует? Просто появился на улицах из ниоткуда. Он дешевле. Растепенная задача достаточно. Слушай. Я бы с тобой разговоры вообще сменил. Я хочу посмотреть ванильный этот самый мертвец, потому что, по-моему, твое окно тоже закроется, когда я... Ладно, давай я тебе помогу. Дам тебе 25 долларов, у меня есть. Давай, мы тебя будем вербовать. Ты думаешь, что ты меня, а на самом деле я тебя. Спасибо. Такие, как вы, помогают нам не сдаваться. Надеюсь, этого хватит, чтобы разделаться с шишками. Чтоб они больше не ворочались. Мне пора. Нужно заказать материалы для баннеров. Э-э-э-э-э. Э-э-э-э. Ну ё-моё. Ну что за хрень Или завтра можно будет Черт Сейчас я подумаю Блин, а похоже надо переигрывать Потому что игра думает, что я Про Анжела не узнал Черт, ненавижу Ладно, еще минут 20 впустую Только вот я немного не понимаю Скорее всего про это Анжела я узнаю Чтобы просто он пересмотрел режим питания Но в концовке прошлой игры Все равно было сказано, что он жрал из этой забегаловки И подсел на этот ванильный мертвец В малых дозах А я же ему тогда тоже говорил По-моему про Рай Анжела Проблема в этих переигрышах Я никогда не помню, что я делал, что нет Но сейчас я точно должен ему сказать Ну ладно, вот теперь я Сделал это все с этой женщиной И теперь давай с ним говорить про Рай Анжела Вот вам мой совет Пересмотрите режим питания Моя диета Вы о чем? Наверняка вы пытаетесь как попало Со всеми этим политактивизмом Ну да Ха-ха Точно Со всем этим временем у нас остается мало Митинги, протесты, работа с общественностью Так что питаемся, мы набегу и в сахомятку Да и ладно, холестерин не самая большая проблема в квартале Блин А что, неужели его можно Только спалив его Сказав, что я за ним слежу Спасти от Его конца Потому что дальше-то я буду делать Все именно так же, как и до этого делал А я забыл Блин, я уже забыл Я взял этот ванильный мертвец Главное его не пропустить Хотя он мне скорее всего не нужен Зачем же я его беру, если он не нужен В общем, я не нахожу у него больше абсолютно никаких вариантов Что с ним можно сделать, кроме как получить от него работу Это немного странно, но Будем делать так Че уж поделать Окей, я даю тебе деньги Прекрасно, спасибо Спасибо, такие, как вы, помогают нам Ну, давай, клетка на рассмотрение Собственно говоря, я К часу дня сделал все, что я планировал У меня обе клетки такие А остальные клетки у меня никакие Наверное, мне надо теперь в магазин сходить Правда, мне не на что особенно Может, мне на работу тогда сходить На 8 часов аж За 84 доллара Я надеюсь, я не помру там 24 часа в сутки А здесь... А давайте схожу, пускай Очень надеюсь, что мне хватит всего Очень надеюсь Не хочу запороть 8 часов Ну, вроде да На зеленой линии у меня все Неплохо для человека без опыта Но тебе еще предстоит освоить благородное искусство Драивание Продолжай в том же духе Когда захочешь работать над своей техникой Е... Деньги снова есть Электронная почта Исследование клетка 1 Стучать не буду Потому что мы повязаны Одной цепью Китайская еда Ну и что, купить китайскую еду По скидке или что? Как у меня времени? 21.40 Еды у меня Один гамбургер И все И один фрукт 25 за 2 часа 42 А давайте я еще здесь поработаю Так, до 5, да? Давай пару часов посплю Чтобы точно не сломаться на работе Блин, мне бы камер купить Иначе мне нечего будет делать на следующий день Да я сразу, наверное, куплю хотя бы пару камер Я могу покупать камеры? Могу Так, это однокамерная камера Куплю еще одну камеру Пойду на работу Или в магазин сначала пойду 0.40 2 часа 4 часа Могу и туда, и туда 4, 5, 6 Я хочу много денег Я хочу очень много денег Я заработаю все деньги В этот раз Все деньги я сказал заработаю Даже не знаю Но зато будет хотя бы какой-то задел На то, чтобы что-то делать потом Без столики мыслишь Что ж, вот тебе немного мелочи Ура, 7 утра 7 утра В магазин, наверное Подожди 189 Это, чтобы 90 осталось Короче, 99 долларов я могу потратить, да? Я, наверное, их и потрачу Зато у меня будет затарено О, кстати, ровно 99 Надеюсь, я не ошибаюсь в этом Давай попробуем Благодарим вас за выбор Ваш заказ будет доставлен А, доставлен через час? Точно, я же в магазин-то не хожу Он доставлен будет Но мне, правда, все равно спать нельзя Иначе я пропущу, скорее всего, эту доставку Довольно глупое состояние Черт Не знаю, что мне делать Час придется его тупо вырезать Или это будет единственный раз Когда можно скоротать время в эту игру Мне, кстати, сказали, как она называется Ой, у меня донат Держи же оба, сфрок Я записываю в ФБС И у меня здесь не убрана функция донатов Мне только что пришел донат Сейчас 14-е, по-моему, мая 19.41 Спасибо тебе, добрый человек Это было очень странно Так Блин Здравствуй Я не могу тебе дать Слушайте, в этот заход я буду злой Я не буду давать чаевых Потому что мне не на что тебе давать чаевые Спасибо, можете Еще увидимся Я боюсь, я сразу же все это съем Короче, я не знаю Я жду нового дня А там разберемся, что к чему На этом мы, кстати, закончим сегодня Посмотрим, что за новые клетки И закончим День 3 Клубный ранг Левел 1 Рук обезьян В ней до следующей оценки 3 6 из 9 камер Протесты нарастают Глобальная операционная система Аналитики прогнозируют Еда каждый день Признак зажиточного класса Хорошо живут Антиутопия, однако А, я мог ему дать чаевые У меня же 20 долларов пришло Так, что у меня за камеры? Понятно Эту камеру я знаю Но это все можно не брать Потому что день начнется заново Интересно, кстати, ее Разве это самое? Ее, скорее всего, тоже можно подставить У нас будет подставление Всю дорогу Здесь какая-то новая камера Которую нужно ночное видение Но я не смогу пока что ее рассматривать Значит, будем В следующей серии Планомерно, принудительно Рассматривать эту камеру Вполне себе выбор Почему бы и нет Вы же уже приходили Странно Видимо, я вас пропустил Ну ладно Кстати, а он по-прежнему на рассмотрение О, он мне что-то пишет Он у меня денег будет Ой, блин, он у меня денег будет просить Помогли, нужно одолжение Очень срочно одолжение Хм Я наверняка успею где-нибудь поработать И получить Блин, за этим надо следить Поддержать вас в курсе Сейчас будет такой прикол Если у меня ни одной работы нет Ну не, я смогу 30 баксов точно смогу заработать Правда, я спать хочу Кто мне тут названивает? Впечатление от первых дней? Что с кормлением? Ну это все понятно Ладно, был откурящий из окна Надеюсь, второй заход нам будет Более интересен и более информативен Спасибо, что смотрите Надеюсь, вам будет тоже поинтереснее Смотрите, подписывайтесь По возможности донатьте Как вот человек Неизвестный, к сожалению Потому что я Вывод видео с доната убрал А звук идет Ну вот будьте таким До свидания Пока Пока И тебе пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok